Иван Павленко. От рода к роду. Глава третья, часть третья. Комсомольский этап. Читает Наталья Абызова. Я считался ударником в работе и активистом в культурной жизни села. Очевидно, поэтому однажды секретарь комсомольской организации предложила мне вступить в комсомол. Я немного поколебался, потом согласился, написал заявление и биографию, но о пребывании в плену не упомянул. И меня приняли на собрание и в райкоме комсомол. После вручения комсомольского билета меня пригласил на беседу заведующий отделом райкома Григорий Шумила, тоже фронтовик, а в будущем мой хороший советчик и товарищ по совместной работе. Он сказал буквально следующее. В Яшниках комсомольская организация фактически бездействует. Задачи перед сельским комсомолом сейчас большие. Они должны быть в авангарде борьбы за урожай и за дальнейший подъем производительности животноводства. Здесь нужен секретарь с политическим опытом и молодецким огоньком. Ты прошел войну, у тебя фактически среднее образование и в селе пользуешься авторитетом среди молодежи. Мы посовещались на бюро и решили предложить тебе этот почетный пост. Думаю, что не откажешься. Через несколько дней меня уже избрали секретарем комсомольской организации села. После собрания сели мы и разобрались с комсомольским хозяйством. Состояло оно из одной потрепанной папки, в которой лежало несколько протокольных бумажек и квитанций об уплате членских взносов. Далее Григорий продиктовал мне, какие папки нужно завести, основательно рассказал и прикинул на бумаге, как составлять план работы, проводить собрания и как оформлять протоколы. Самой длинной была беседа о том, с чего начинать и в каком направлении разворачивать работу. По совету Шумила я начал создавать качественно новую организацию. За первый год в наши ряды влилось более 20 ребят в возрасте от 16 до 20 лет. Вскоре я побывал на районном семинаре для молодых секретарей комсомольских организаций. Там меня хорошо накачали, я горячо принялся за работу. В первую очередь завел новые папки, планов работы, протоколов, директив из района, учета члена ВЛКСМ и уплаты членских взносов, а также папку текущих дел. Вел их, можно сказать, примерно. На полевых работах и на фермах комсомольцы показывали пример в работе. Зимой мы часто организовывали воскресники по вывозу гноя на поля, причем выходили со своими коровами, а во время жатвы проводили ночные скирды хлебов. Наше комсомольское молодежное звено, которое возглавляла Ольшанская Татьяна, расхвалила районная газета за то, что девушки заготовили много золы и птичьего помета под урожай сахарной свеклы и кукурузы. Теперь я иногда думаю, что побуждало меня к такой активности. Обиженное чувство собственного достоинства, выйдя, поставили на мне крест, а я вам еще докажу, на что способен. Наверное, хотелось доказать, что я не из той категории, в которой меня зачислила сталинская, бериевская клипа, а может, просто боролся, как все живое на земле за место под солнцем. Как бы то ни было, комсомолия захватила меня, закрутила и завихрила. На нем я ходил вместе с ребятами на работу, пытался быть там, где решалось что-то главное. А вечером проводил собрания, политзанятия и репетиции. Ведь был одновременно и секретарем первичной организации, и пропагандистом в политкружке, и актером, и режиссером на сцене. Я будто возрождался нравственно и духовно, сам начал верить и убеждать других, что только упорным трудом, только собственными руками можно изменить жизнь к лучшему. И все делал для этого. Но нередко в глубине души что-то скребло и дразнилось. За что воюешь, агитируешь? Ты двойник. Узнают и выбросят на мусор или куда-то подальше. В начале лета 1946 года на собрании решили отремонтировать и утеплить клуб. Нашли печника, поставившего новые печки, а мы организовали воскресник. И клуб стал пригодным для работы в зимних условиях. Здесь же все вообще решили собрать деньги на гармошку. Выбрали инициативную группу и через неделю купили новенькую хромку. Абубин изготовил и подарил клубу Макар Каноненко. Играть на гармошке умели Стыценко Иван и Бравко Василий. А несколько позже и Кумпан Василий. Начались в клубе танцы. В основном танцевали гопак, разные польки, краковят и некоторые другие. Тогда в селе еще не знали пакстрота, витанго. А в вальсе только начинали кружить. Танцевали преимущественно девушки. Ребята же просто не умели, но учились. Приобретали и этот опыт. В результате досвидки навсегда прекратили свое существование. Но вечерницы еще собирались на улицах в звездные летние вечера. Колхоз подарил клубу радиоприемник «Родина». Это было тоже событие. Каждый вечер Прокопенко выносил его торжественно на сцену. Включал Москву или Киев. И молодежь слушала последние известия, интересные передачи, музыку, песни в исполнении выдающихся актеров. А однажды, когда все разошлись, Прокопенко предложил мне послушать зарубежные передачи. Мы закрылись в библиотеке, включили приемник и на короткой волне услышали о Сталине такое, отчего мурашки побежали по спине. Передачу глушили, но разобрать все же можно было. Говорилось о том, что в Советском Союзе расстреляны и замучены десятки миллионов невинных людей. Наши тюрьмы и лагеря переполнены политическими заключенными. Заодно прослушивание таких последних известий можно было попасть туда, где зимуют раки. Но у нас с Александром Романовичем была общая военнопленная судьба, и мы договорились и дальше слушать, но никому и нигде о услышанном не говорить.